Вот у него 7 рабочих дней в году, все остальное время он, значит, здесь привлекает туристов, общается с гостями. А с лицей никто никогда не бьет, не обижает, и она, соответственно, никого ни разу не укусила и не легнула. Бабушка, она самая старшая, Альф, она выросла не у нас, и она, короче, такая, ну, может боднуть. Система содержания позволяет, что спокойно среди них мы ходим, они нас не трогают никогда. Вот к поросятам почти всегда все хотят идти и посмотреть. Почему-то людям нравится свиней смотреть, не знаю, с чем связано. Миленький зайчик, миленький. У нас на ферме европейская система, то есть у вас у всех есть свободный доступ, в любое время вы можете туда прийти, вам никто там слова не скажет, никто косо не посмотрит. Сейчас вот задача экскурсии моя первая, чтобы вы там спокойно ориентировались, чтобы вы знали, где кто живет, спокойно могли зайти, пообщаться, не бояться. Здорово, Гаврюша. Здорово, бандит. Но сегодня он добродушный настроение, на самом деле. Бывает, что приходит, что он орет, бывает рогами, начинает сразу. Сегодня более-менее. Вот это вот наш основной бык-производитель, да? Зовут его Гаврюша. Это, значит, породы джерси. Это вот, скажем так, самая такая красивая порода и молочная порода, да? Ну, а про нее там отдельно можно под... Я расскажу. Ну, Кузя, про тебя тоже расскажу. Ну, Кузя. Вот у нас 7 коров сейчас, которые, ну, воспроизводят потомство и, собственно, дают молоко. Соответственно, вот у него 7 рабочих дней в году. Все остальное время он, значит, здесь привлекает туристов, общается с гостями. Весит он сейчас вот где-то килограммов, наверное, под 800. Ему 3 года. Вот он был как Кузя размером. По безопасности погладить его можно вообще, в принципе. Но единственный момент, вот я как-то раз стоял, вот так руку засунул и что-то рассказывал. Он голову опускал, чуть руку не сломал. Силище огромное, он даже не из агрессии, а просто он не понимает своей силы. Ну, вот сейчас у него просто, ну, игра такая. Показать, что он умеет. Гаврюш, молодец. Вот есть такое общее название, корова. Все привыкли, вот это все коровы лежат, да? Корова, корова, корова. На самом деле, ну, правильный термин совершенно другие. Когда рождается, это телочка. Да, ну, там, телочка, это такое нежное название. Потом телка, она, в принципе, называется телка. А потом, когда она отгуляет с быком, но еще ни разу не телилась, не рожала, это называется нетель. Вот это вот нетель. Лиза, она у нас родилась, она уже с Гаврюшей погуляла. И, соответственно, она ждет там потомство, это уже нетель. Но она еще ни разу в жизни не телилась. И вот только когда она отелится, и когда она родит, и начнет давать молоко, тогда она уже становится коровой. Вот это вот корова. Видите, у нее живот какой. Она в запуске сейчас находится. У нее отел должен в ближайшие там недели-две произойти. Она должна отелиться. И когда она отелится, она начнет давать молоко. Когда мне было лет 33-35, у меня была такая мысль, я думаю, вот дому природу создала животное, которое все время молоко дает. Конечно. конечно как человек она должна телиться нам дает молоко теленка отбирают а лактация продолжается лактацию нам поддерживает то есть нужно ее доить доедает она дает молоко ну вот это вот у нас нет или наши джерси чем отличается от остальных пород у них жирность молока 5-6 процентов размер небольшой и соответственно небольшой размер немного ест молока примерно дает ну там 18-20 допустим это айшинка на сейчас там 2325 может дать считается что вот джерси вот бык он в любом случае улучшает молочные качества потомство но мы не можем держать двух боков и джерси я шире мы выбрали того кто получит то кто лучше передает можно качество и его собственно горе держим межросленно и скрещивание ну и нельзя и мы все потомство продаем потому что либо бык а менять и оставлять телок либо тела продать но пока продаем тоже пока удой нам хватает когда корова рождается на племенном хозяйстве их сразу уши прокалывают и ставит убирку как паспорт и там есть номер и к этому номеру есть племенная карта не записывается когда родилась корова от кого родилась там молочной линии родителей там и так далее туда записывать все прививки всю всю историю скажем животным им сразу ставят две бирки в оба уха потому что они сейчас их отрывают когда отрывают остается дырка следующую бирку делают поэтому у нас вот есть низко роз большим количеством дырок уши здесь можно ходить смело здесь заборы не для людей забора для животных у меня все время спрашивают зачем вам осел на ферме как от него польза какой от него прок это вот первая слиться на школа от нее только польза для души принципе это тягловое животное оно должно какие-то грузы перетаскиваем и не используем нас нет такой задачи нас вот фактор есть и принципе то достаточно но приносит много эмоций а потом когда вот она у нас одна жила здесь ну из-за того что видим какие-то не циклы или чего не там в голове происходило она станут какой перестанец агрессивный и она сначала откусила хвост корове она вцепилась в нее а корова пошла и вырвала всю волосиную часть а это как бы не шутки потому что корова это орудие основной от слепня когда слепень летит в июле без без этого удой сразу падает без хвоста и это конечно беда для коровы было и она там стала всех кусать гонять я думаю надо короче купить осла чтобы она успокоилась и у них там какая-то жизнь началась очень короче когда купили осла на первым делом он к ней приставал пристава на ему хвост откусила но у него же так более-менее отрос хвост но тем не менее он где тут за полгода все-таки сумел ее так скажем подружиться с ней да и вот теперь у нас маленький ослик родился ослица ходит жеребо и у них называется она ходит 12-13 месяцев в зависимости от породы ослов на самом деле разные породы у нас ослит с одной породы осел другой а в испании допустим я был там вообще такие вот ослы как лошади вот мне ребята таджики говорят ну а слоне опасно не кусаются они легаются у нас нас лицу никто никогда не бьет не обижает и она соответственно не кого никого ни разу не укусила и не легнула по можно спокойно погладить сейчас мы когда здесь не будет столько людей они подходят они любят пообщаться особенно в маленький сава его зовут он все время подбегает а мальчика держим отдельно потому что как только она вот ожеребилась до обослилась как спорта сказать вот он сразу стал за нее прыгать опять а маленький мешал целого кусать и короче пришлось их разъединить раз у себя плохо ведет она с ребенком а он оттуда кричит ей он когда видит что много людей пришло они здесь он волнуется что что-то не то и оттуда кричит кричит жалуется что его сюда не пускают мы были свели в италии один раз на ферме и там у нее была прям семья осел лос лица и малыш и мы также хотели но как-то вот природа почему-то у него по-другому сработало он просто сразу стал ее атаковать без остановки пришлось их разделить но здесь у нас сено хранилище там она полностью сейчас забита сеном на зиму но видите козы на козы нашли возможность не не паси сейчас на траве а чуть-чуть потырить сено вообще коза на самом деле очень такое приятное животное и общаться интересно и они контактные и они такие достаточно умный интеллект высокий в принципе вот эти козы если сюда вылезут вы их не бойтесь они хоть и рогат и никого не обижают нас есть одна коза бабушка она самый старший альф она выросла не у нас и она короче такая ну может боднуть меня тоже была история она ходила бы дала бы дала и пока я не весел силой да там взяла за рогатом не повсюрут сторону отвел или удалил ну такое все в рамках гуманизма но показать что ты сильнее и она перестала меня трогать а с юлей сыра но и приходили и она ищет ищет момент крутится иззади подзад трассер или мигать но сделать что-нибудь сделай что по нами не подала бы ты знаешь Death rate так от не работает здесь если сам не докажет что ты сильный и что тебя не заб breath то никто для тебя не докажет муж за тебя не вступится в итоге короче ну просто за рога взяла силу показал что не И она перестала к ней приставать. От нашей белой коровы и от нашего быка родилась вот такая тёлка. Тёлочке, сколько ей получается? Две недели. Пятнышко, которое. Тёлку чуть постарше мыла им три недели. Но они уже обезврожены. Обезвроживание происходит до недельного возраста. Это обязательно. Ну, знаете, как? У нас все в стадии обезврожены. Это вообще делается для безопасности. И у нас вот одна есть не обезвроженная Лиза. Если видели, показывал Нетель. Это плохо. Она, получается, может в стадии доминировать, за счет, что у нее есть рога. А получается, когда животные взрослые, они могут за корм биться, за воду. И рогами она просто травмирует другую корову. И корову, может быть, под ножны же придется отправить, если в имя будет травмировано. Поэтому есть обезвроженные. Все должны быть обезвроженные. Ну, сейчас, в принципе, такой вот стандарт содержания. Всех на фермах обезврожен ради безопасности людей и между собой. Все думают, что спиливают. На самом деле, вот если вы подойдете, рог потрогаете у быка. Или лучше не у быка, а лучше у коровы. Он теплый. В нем всегда идет кровоток. То есть, это, в принципе, как наш ноготь. То есть, есть мертвая часть снаружи, которую можно стричь, резать, и не больно. А есть живая часть с кровью, которая реально будет больно. Если сейчас вот пилить, начать загаврюши рога, он, наверное, здесь все сломает. Это нереально. Поэтому, в принципе, делается как? До недельного возраста, когда есть только зачатки рожков, прижигают. У нас есть паста. Выглядит безобидно. Но если на руку поют, это будет ожог очень сильный. Можно даже, ну, там, до кости. И, в принципе, мы наносим на зачаток рога такой, где-то размер с пятачок. Ему тоже больно, мне тоже неприятно. Но это полчаса длится. Он там побегает, головой покрутит и потом забывает. Так говорят. Но вот этот вот телок, я его обезрожил. И он теперь ко мне не подходит, он меня запомнил. Может быть, мне так кажется. Не знаю. Но он так на меня, мне кажется, посматривает. Это все время недобро. Для бычка это нужно, потому что это единственный способ его продать на племя. Чтобы он был обезрожен. И тогда есть больше вероятность, что он будет дальше жить. Ну, вот мы такого купили. Мы просто неопытные фермеры. Мы, по идее, такого как бы не надо покупать. Потому что с рогами он опаснее реальный. Хотя он и без рогов был бы опасен. Хлеб нельзя давать ослу и нельзя давать коню. А остальное там сухарики, хлебушек, яблоки, морковку. Все животные с удовольствием. Это вот два брата козла здесь ходят. Они очень неполноценные. Чтобы они с другим козлом не конкурировали, их кастрируют. И они поэтому не опасные и не воняют. Ну, вот овцы там все вдали пасутся. Овцы тоже плодятся примерно как кролики. Три года назад у нас было пять или шесть ярок. Это вот овечки и один баран. И сейчас уже, видите, вот эта масса их больше и больше. При том, что мы по голове все время сокращаем. Очень легко их содержать. В том плане, что вот есть баран, есть овцы. Он сам регулирует, он их сам покрывает. У него кто-то сходит беременный, кто-то родил. Кто-то там... В общем, процесс идет без остановки. Все тоже гусей боятся. Привыкли, что гуси щипают. Есть такой стереотип. Они щипают. Наши гуси вообще никогда не щипаются. Они вот в деревне живут, когда они считают, что вот эта территория перед их домом на дороге, это их территория личная. И когда ты мимо идешь, они тебе обязательно хотят щипнуть со своей территории, прогнать. Поэтому очень доброжелательно относятся к нам, к людям. Система содержания позволяет, что спокойно среди них мы ходим. Они нас не трогают никогда. И дюк, видите, стоит хвост, показывает. Вот он показывает свою красоту, силу, самку приманивает. Или нас запугивает, чтобы мы не подходили к его самкам. Но вообще, дюки не агрессивны. Они не нападают. Но при том, что это такая здоровая птица, но он настолько неповоротливый. Стравоядные животные, они нас боятся всегда. Самцы, допустим, даже утравоядных животных, они все пытаются своих самок защитить и нас отогнать. Поэтому вот козлу подходить нельзя. Овца, в принципе, и коза очень похожие такие животные. Овца и коза ходят котные 5 месяцев. Коз мы содержим ради молока. И чтобы коза давала молоко и быстро не изнашивался, она должна рожать раз в год. И, соответственно, полгода козел держится отдельно от коз. И вот эти полгода они сейчас подходят к концу. И к этому моменту он, конечно, становится уже таким резким, агрессивным, неуправляемым. Но еще и он и вонючий. Если его погладить, потом руку до вечера не отмоете. У него между рогов там какая-то железа, ну, который выдает сильный запах, чтобы приманивать, ну, притягивать самок, чтобы они его чувствовали. Ну, это в дикой природе так устроено. А вот год назад он у нас был еще маленький, и он бегал здесь как собачь, как Кузя. Ну, он, правда, приставал тоже к гостям, но он ходил везде, его всего невозможно удержать. Он просто сильный, и он все заборы перепрыгивает. И когда у нас был до этого старый козел, не очень сильный, он через забор не мог перепрыгнуть, и он спокойно выгул был у него свой. А этого приходится вот на веревке держать, потому что очень сильный. Дети, кто хочет покормить поросят, просто травку рвите, и они с удовольствием поедят. Только пальцы туда не суйте. Палец он может откусить. Запах от них очень сильный, даже от маленьких. Поэтому свинья такое самое животное, в самом дальнем углу у нас живет. Вот к поросятам почти всегда все хотят идти и посмотреть. Почему-то людям нравится свиней смотреть, не знаю, с чем связано. Они милые розовенькие, они были вот такие вот милые розовенькие. К ним залетел индюк, они его живем за 30 секунд наполовину просто, как пираньи. Мы пока рабочий бежал, чтобы спасить индюка, все, уже от индюка половины не осталось. Такая особенность интересная. Вот у нас на юге страны, нашей там в России, в Украине, очень распространены свиньи. Дело в том, что наши предки, они смекнули, что когда турки делали набеги на южные регионы страны, они мусульмане, и они свиней не брали. Они забирали овец, там, коров. И наши смекнули, что надо свиней разводить. И то же самое, что когда татар-монголы делали набеги, они скотину всегда угоняли. И вот корову можно угнать, овцу можно угнать, а у свиньи у нее ножки короткие, она бегает медленно. Когда, допустим, уходили в поле, а свинья прорывалась в дом и ребенку отъедала руку или ногу. То есть она реально может заживо съесть. Ну, грудному ребенку. Свинья такой же страшный животный, как человек. Она ест все. Рыбу, мясо, курицу, птицу, овощи, фрукты. И даже она ест сало и свинину. Но когда у нас вырастает уже до 120 килограмм, они уже лежат, не двигаются. Просто если размножать, то это нужно держать хряка, это нужно держать несколько свиноматок, и она рожает сразу 10-12 поросят. Это здесь будет свиноферма. Просто здесь будет куча этих свиней, и вонища, и запах, и уже совсем другие нормы, условия и так далее. А домик для тепла. Он утепленный, вход маленький, там сено навалено, они всю зиму там будут жить. Миленький зайчик, миленький. У нас была, знаете, история. У нас один раз здесь в сетке в рабице попался живой заяц дикий из леса. Ну, убежал, застрял. И рабочие его посадили тоже, ну, поймали, посадили в клетку рядом с кроликами. Совершенно другое животное. Этот вот, ну, такой раз успокоился, а этот дикий просто, когда видел человека, он сходил с ума. И силища такая в нем, конечно. Вот я этого держу, а того удержать было невозможно. Мы отпустили, они не знали, что делать. Я приехал, говорю, ребята, отпускаем. Посадили его в сумку, вот такие, такую здоровую, синюю. Ну, пока я нес, он там такие удары, как боксер. Там, таким, бам, задними ногами. Такое сильное животное. Маленький, он вот меньше вот этой был, но вот настолько сильный. Здесь вот перепелки. Они вот всю жизнь живут вот в этой клетке. Помет выносят, корм дают, воду подают. Все, это как многоэтажный дом. Они уже вот настолько домашние, они не способны к высиживанию яйца своего. Они яйцо несут, они не усиживают. Яйцо через инкубатор только. Она сама не садится. У нее уже, ну, в мозгу, что-то там взвиг произошел. У них из-за этого каннибализм. Если будет один больной, они будут его добивать, добивать пока не добьют. И поэтому, когда приболел, сразу отделяешь. И куры то же самое делают. В итоге, должно быть навоз сзади, еда спереди. Чтобы это было, корову должна быть на привязи, чтобы она не могла развернуться. Все равно нужно в этот процесс организовать. То, что сначала мы здесь стоял, вот постоянная опилка. Почему она такая худая? Нет, тебе кажется худая. Она, это дойная корова, она должна быть такая. Редактор субтитров А.Семкин